Музыка Предлагаю дальше поговорить о ситуации, собственно, когда страна может выбрать арбитру. Ты сказала, что, на твой взгляд, это одна из самых важных возможностей в арбитраже, и тебе кажется, что именно так должно происходить назначение арбитров. В каких ситуациях, в принципе, стороны имеют право выбрать арбитров, как они должны реализовывать это право? Начнем с того, что есть арбитражная оговорка, которую, надеюсь, стороны уже включили в свое соглашение, и там они предусмотрели свое право на выбор арбитра. То есть мы понимаем, что чаще всего арбитражная оговорка содержит информацию о том, что будут поделать три арбитра, ну или в крайнем случае один. Но в любом случае стороны могут предусмотреть их право каждой стороны назначить своего арбитра, а председатели назначают либо эти арбитры, либо арбитражный институт. На самом деле я достаточно часто сталкиваюсь с ситуацией, когда достаточно новые в этой отрасли компании клиенты приходят к нам, и они просто не знают, что оказывается они, например, могут выбирать кого-то не из списка арбитражного института. Бывает, например, вот тоже достаточно недавний был случай, когда у нас была арбитражная оговорка, очень сложная, арбитры должны были быть у нас партнерами юридической фирмы, входящей в различные рейтинги, определенный срок работы, опыта вообще в этой сфере и так далее, и так далее, и так далее. И когда клиент без нас сам посмотрел на список арбитражного института, не буду называть какого, в котором должен был спор рассматриваться, они поняли, что из списка арбитров под эти критерии не подходит никто. И у коллег случился небольшой, что называется, разрыв шаблона, что же нужно применять, список данного института или оговорку. В итоге мы им сказали, что стороны не связаны списком, это рекомендательный список. Да, арбитражный институт назначает кого-то из списка, но для сторон список это только, что называется, первая помощь, если они не знают в этом сообществе никого, и, может быть, в этом списке увидят кого-то знакомого. Но они могут выбирать, в принципе, любого человека. Очень интересная история, потому что, мне кажется, она как раз показательна, собственно, как может происходить назначение арбитров сторонами. То есть самая простая ситуация, как мы понимаем, это когда стороны сослались на арбитражный регламент, и арбитражный регламент предусматривает какой-то порядок назначения арбитров. Либо он говорит, что единоличный арбитр назначается органом, если это коллегиальный состав, то боковые арбитры назначаются сторонами. Но при этом большинство регламентов арбитражных институтов позволяют установить иные требования, то есть изменить default rules, такие по умолчанию правила, которые установлены регламентом. Я понимаю, в красном примере стороны воспользовались этим правом и указали дополнительные квалификационные требования фактически к арбитрам, и сказали, что арбитры, которые будут по этому делу, они должны соответствовать вот этим критериям, находиться в каких-то там рейтингах и обладать каким-то опытом. Что касается списка, то здесь я тоже с тобой согласен. Может быть, это связано с тем, что до реформы, которая у нас в России проходила, была такая возможность закрыть список арбитров, условно, и сторонам предоставить возможность выбирать только арбитров из списка. Сейчас же у нас по закону принцип общий открытого списка, стороны могут выбрать арбитра не из списка, но при этом своим прямым соглашением непосредственно арбитражной оговорки они могут закрыть список и договориться о том, что они будут выбирать арбитров только из списка. Как тебе кажется, такая ситуация вообще закрытия списка, она в каких-то договорах, в каких-то отношениях будет востребована, насколько это нужно? Или все-таки лучше вот это право выбора арбитров ничем не ограничивать, потому что договор мы заключаем сегодня, а спор может выйти через несколько лет, и ситуация может вообще измениться. Как тебе кажется, нужно ли вообще ограничивать это право? Я как судебный юрист могу сказать, что я за маневр. То есть я всегда за то, чтобы у меня было больше возможностей потом, в момент, когда у меня происходят, собственно, события и спор, чтобы у меня было больше возможностей выбрать конкретного человека под этот конкретный спор. Опять же, не так давно мы с клиентом обсуждали возможность включения в оговорку специальных требований к арбитрам, что они должны быть в строительной отрасли, должно быть определенное количество лет и так далее, определенное количество споров провести. То есть мы хотели договориться о том, что арбитры будут действительно такой очень классный и компетентный, но при этом в определенном конкретном институте. В конечном итоге мы поняли, что эти вещи, они друг с другом несовместимы, и, возможно, через 3-4 года, когда спор возникнет, у нас будут совершенно другие пожелания, и в зависимости от состава, не состава, а от характера спора, кто его инициировал, мы или другая сторона. Опять же, вопрос в том, кого другая сторона назначила. Ведь это же тоже важный момент. Когда мы выбираем арбитра, мы всегда, если мы вторые, мы смотрим, а какого арбитра назначила другая сторона, и принимаем этого внимание. Поэтому, мне кажется, закрывать списки, это, наверное, уменьшать количество своих опций, я бы, наверное, не рекомендовала. Только если есть какие-то определенные соображения, но пока что я не представляю, что бы это могло бы быть. Ну да, если только какая-то такая специфика спора, очень узкоотраслевой спор, и сторонам хочется, чтобы там был точно совершенно специалист в этой сфере, ну, наверное, с другой стороны, стороны, заинтересованные в быстром и эффективном разрешении спора, сами будут стараться выбирать арбитра, даже при открытом списке арбитров, которые разбираются в этой теме, потому что никому не нужен арбитр, который не сможет донести и понять ту идею, которую предлагает сторона. А говоря, кстати, про узкоспециализированные споры, есть же возможность выбора арбитра не только юриста. Да, абсолютно верно. Был ли такой опыт, и если не было, то, может быть, у коллег был опыт. Что ты думаешь по этому поводу вообще? Стоит ли это делать? У меня лично, скажу честно, сразу не было такого опыта. Я всегда это в голове держу, что, наверное, можно так делать. Мне это представляется, наверное, самым востребованным по каким-то строительным спорам, когда ты назначаешь, например, не юриста, а представителя именно отрасли. У меня были случаи, когда я все-таки юриста советовала назначить, но из реального сектора, то есть не юриста-консультанта назначить арбитром, а, например, вот спор, связанный с конкретной индустрией, ритейл, одежда и так далее. Я своим клиентам советовала назначить человека, который тоже из инхауса, который понимает всю эту отрасль, и который работает в такой же практически компании, как и вы, который будет на эту ситуацию смотреть вашими глазами. Потому что надо же еще понимать, например, строительный спор, заказчик-подрядчик. Вы можете выбрать человека из индустрии, вы заказчик, а вы выбрали человека, который всегда на стороне подрядчика. Но маловероятно, что он будет видеть мир вашими же глазами. Это уже из области психологии и убеждения, да? Да, это уже из области психологии. То есть если у него профессиональная деформация подрядчика, то он уже будет смотреть глазами подрядчика. Поэтому мне кажется, что в целом, наверное, может быть... Ну давайте порассуждаем. В принципе, я думаю, такой вариант мог бы быть полезным в каких-то строительных спорах, когда есть инженер, и есть два профессиональных арбитра, и, соответственно, не нужно проводить какую-нибудь техническую экспертизу. Ну, инженер все конкретно юристам здорово расскажет. Но у меня возникает вопрос все-таки про убеждения и про процесс принятия решения. У меня сразу возникает вопрос, не будет ли этот инженер несколько таким аутсайдером от двух юристов других, например, если два других арбитра, это два юриста. Не будет ли им легче друг друга понять и обо всем договориться, а выслушать инженера только по техническим каким-то моментам? Не знаю, мне кажется, что надо, конечно, смотреть под конкретное дело, но... Ну, мне кажется, здесь может быть полезно тогда то, что делают наши коллеги. Вот мы, по-моему, встречались в Сингапуре с коллегами, когда это, с одной стороны, инженер, не юрист, но, с другой стороны, он прошел какие-то специальные курсы по подготовке арбитров, и в рамках которых он получил базовые знания вообще об арбитраже, о процедуре, в том числе какие-то юридические, возможно, навыки. И мне кажется, что когда вот такое удачное сочетание профессиональных знаний плюс дополнительное образование вроде Chartered Institute of Arbitrators, который дает, то вот такой человек может быть вполне убедителен в целом в составе арбитража, и не менее убедителен, чем, может быть, какие-то арбитры и юристы. Согласна, но тут я, наверное, скажу, добавлю следующее, что я думаю, что это, наверное, больше подходит под очень быстрые споры, например, те же строительные adjudication, например, есть это в Малайзии, в Куала-Лумпуре, у них специальные правила, в других институтах в некоторых тоже встречаются. По большим крупным строительным спорам иногда стороны не заинтересованы вот все или ничего, победа любой ценой. Они хотят быстрого решения ситуации, быстрого понимания, кто кому должен что, в денежном плане или в каком-то еще неденежном выражении. И, соответственно, действительно в этой ситуации может быть более полезно и интересно участие такого специалиста, который первоначально скорее инженер-строитель, а потом получил образование дополнительное в качестве арбитра, потому что они хотят быстрое решение спора человеком, который разбирается в теме. Думаю, да. Не знаю, конечно, интересно, как это в России может быть применим. Мне кажется, в России, опять же, если возвращаться к психологии, все хотят, что называется, как русская рулетка, давайте мы попробуем, и давайте мы все-таки попробуем выиграть. Но тоже, наверное, такое возможно. Ну да, мне кажется, для этого должна появиться в том числе некая культура, образование в сфере арбитража, которая сейчас только начинает развиваться, пока на уровне молодежи, но если будут появляться аналогичные курсы, которые существуют за рубежом, то, может быть, все больше и больше специалистов из других сфер, из строительной, из финансовой, будут задумываться, чтобы получить это дополнительное образование, как продолжение своей карьеры в области разрешения споров. Еще мне кажется, что, возможно, ты с этим тоже согласишься, что когда стороны убирают в качестве арбитров лица из какой-то определенной отрасли, достаточно, может быть, узкой, пускай даже это будут внутренние юристы, инхаус-юристы отрасли, здесь еще дополнительная гарантия беспристрастной независимости в том, что, будучи сообществом достаточно узким, все друг друга знают, все друг друга на виду, и поэтому, если, опять-таки, такое лицо допустит какое-то нарушение, опять-таки, не раскроет какие-то обстоятельства, поведет себя как-то небеспристрастно и независимо, это сразу станет известно в сообществе, и он потеряет репутацию в принципе, в профессии, да, не как юрист в идеале должен терять репутацию в юридической профессии, в баре, да, как там в зарубежных юридикциях, также он потеряет вот эту свою репутацию в этом своем узком профессиональном сообществе. Да, классно, согласно, да. Поэтому я, честно говоря, выступаю за то, чтобы действительно такие отраслевые споры с отраслевыми арбитрами, профессионалами в своей сфере, они появлялись, появлялись, может быть, какие-то специальные даже и правила, специальные оговорки, специальные базы арбитров в таких сферах, потому что вот такое здесь, наверное, истинное саморегулирование, которое может помогать, в том числе, обеспечению, повышение качества арбитража. Согласна, очень классное, да, классное замечание. Единственное, я тогда сразу начинаю думать, что тогда, наверное, вся панель арбитров должна состоять именно из специалистов в этой отрасли. Тогда, мне кажется, это будет наиболее... Чтобы они все были друг друга на виду, и они все общались, обменивались опытом. Да, наиболее оптимально рабочий вариант. Да, но я думаю, это то, на чем арбитражным институтам предстоит еще поработать. Продолжение следует...